Некоторые думают, что когда психолог или терапевт, или гуру, мастер работает с кем-то, и когда он что-то говорит или что-то спрашивает, то это как бы такой диалог. То есть это какие-то фразы, на которые нужно что-то отвечать или нужно что-то говорить и так далее, прям сразу. И поэтому многие не понимают, в чем ценность психологии и психотерапии. Они думают, что они придут к какому-то мудрому чуваку и будут задавать ему вопросы, и этот мудрый чувак будет на эти вопросы отвечать. На самом деле, я всегда своим клиентам говорю, вопросы здесь задаю я. Вот, я не просто их задаю, я их задаю особым образом. Я задаю вопрос, например, я спрашиваю вас, скажи мне, о чем ты, ну тебя, я буду на ты обращаться, скажи мне, что ты думаешь сейчас. И вот для того, чтобы правильно проработать этот вопрос, человек его прорабатывает в два приема, в две фазы. Первое, вот я ему сказал, вот и я, я ему говорю, скажи мне, что ты думаешь сейчас. Он закрывает глаза и он фокусируется. И это как раз фаза медитации. Он фокусируется и какое-то время, там минуту или больше, находится в состоянии созерцания, в состоянии восприятия. Он наблюдает, что происходит у него в пространстве, в теле, в сознании, в виде отклика на то, что там пришло от меня. И только когда эта минута проходит, да, он делает вдох-выдох, я прошу его открыть глаза. Говорю, да, открывай глаза. Он открывает глаза и он выговаривает мне, то есть проходит через процесс осознания, вербализации. Это очень важно, да, потому что в проработке мы всегда синхронизируем процессы первого типа подсознательные, которых мы касаемся в момент, вот в период этой минуты фокусирования. то есть мы наблюдаем какие там картинки, ощущения, эмоции, мысли приходят ко мне в ответ на это, но мы не начинаем сразу говорить, мы не начинаем сразу перебегать на вот эти процессы второго типа, да, когда я через осознание, через проговаривание, через какое-то вот такое состояние, ну, более осознанное, да, пытаясь понять, что же там из меня выгрузилось, да. И вот эти две фазы, они мне называются медитация и коммуникация. Или они по-другому называются фокусирование и выговаривание. Или вы видели, тоже я это проговорил, да, зачерпнул и выгрузил. Ну, большинство людей, они сваливаются в ту или иную крайность. То есть они сваливаются либо в медитацию, то есть вот они уходят в медитацию, там завтыкали куда-то, зафокусировали и ушли куда-то, да. А с медитацией та же самая проблема, как, ну, с разными трипами, да, там, с использованием веществ или без использования этих веществ, да, что там-то, пока ты в самом этом трансе находишься, там вообще все офигенно и все понятно. Проблема в том, что когда ты сюда возвращаешься в нормальное состояние, в твердую реальность, да, ты оттуда ничего практически не забираешь. Это известно даже на уровне анекдотов, да, что человек может, ну, такое там осознать, да, в каком-то путешествии, да, что просто вообще чума. А потом, когда возвращается сюда, мы понимаем, что он такой же обыкновенный замороченный человек, независимо от того, что он там видел вот в этом своем индуцированном сне, неважно, чем он был индуцирован, там, в терапии это было, или там у шамана, или еще где-то, в этом-то проблема, да. Проблема в том, что мы должны связь эту поставить, и вот именно эта связь регулируется вот этой попеременностью, да, медитация, коммуникация. С другой стороны, конечно, человек может впасть в противоположное состояние, в состояние коммуникации. Это вот то, как обычные нормальные люди, далекие от всяких проработок, воспринимают там психологию, процессинг, и всякие такие вещи, да. Они думают, что они к психологу пришли поговорить. Ну, типа, сейчас вот тут сядем, как бы, да, и он мне будет вопросы задавать, я буду на эти вопросы отвечать, там, и так далее, да, ничего подобного. Сейчас мы сядем, я буду давать тебе инструкции, а ты будешь фокусироваться, то есть медитировать какое-то время и потом рассказывать, выгружать, что ты там обнаружил, что ты там нашел, вот, и вот тогда это работает.